Приветствую вас. Для начала мне бы хотелось сказать вам о том, что именно ваша стратегия сподавления себя и привела по итогу к тому, что вы оказались в этой зависимости. То есть, что значит подавление себя, да? Что значит побарование себя? Это значит принижение, обесценивание, игнорирование, замещение, расщепление, вот. Это всё как бы побарование идёт. Поэтому я полагаю, что побаровать нужно прекратить себя, а бороться с собой нужно прекратить. Скажу такую, наверное, несколько, ну, избитую фразу, по крайней мере для меня избитую фразу, что пора начать слышать себя, начать слышать свои чувства, брать личную ответственность, сейчас я расскажу в чём именно, вот. И, собственно, самостоятельно реализовывать все свои желания. Это определённое корректирование как поведения, так и отношения к себе. Значит, смотрите. Так, в начале отношений в первый год у нас всё было хорошо. Молодой человек ухаживал за мной и звонил по нескольку раз в день. Вот. Знаете, здесь есть такое чувство, именно чувство, что вы как будто, знаете, как коллектив, коллекционируете, как будто бы, знаки внимания, которые вам, ну, даёт или оказывает молодой человек. Сейчас есть вот такое ощущение, что вы как будто бы коллекционируете эти все его знаки внимания. То есть, ухаживал, окей, поставила галочку, звонил два раза в день, окей, молодец, поставила галочку, ну и так далее. Понимаете? То есть, такое ощущение, что вам важно его внимание. Для вас это ценно, чтобы человек, мужчина оказывал именно знаки внимания. То есть, вы себя по-другому чувствуете, когда это происходит. Вы себя по-другому ощущаете, когда чувствуете, что молодой человек за вами, например, ухаживает. Вот. То есть, меняется восприятие себя, меняются мысли о себе, мнения о себе и так далее. Если это так, то это вот первый звоночек. А как вы думаете о себе, если, например, человек не оказывает внимания вам? Да. А как вы думаете о себе, если он оказывает? То есть, как именно меняются ваши мысли, что вы о себе думаете? Получается, что позитивное мышление о себе, оно у вас условно. То есть, должно произойти что-то, прежде чем я подумаю о себе хорошо. Вот. Не больше, не меньше. Ну и, соответственно, эти условия, наверное, кто-то поставил. Дальше. Потом, во второй год наших встреч, он очень изменился, стал как чужой, мы расставались по моей инициативе. Ну, смотрите, опять же, изменился, стал как чужой, это слишком общие слова. То есть, люди не меняются просто так. Люди не меняют свое поведение просто так, хотя бы потому, что это трудно, это тяжело, это затратно, это невыгодно. И если молодой человек изменился, стал чужим, значит, ему это нужно было для чего-то. Либо он был таким всегда, либо он, либо что-то его простимулировало. Вы этого не знаете. То есть, вы не можете сказать, почему он изменился. Почему? Потому что вы ориентированы на себя в отношениях. Не на него, на себя. То есть, нет, так-то вроде бы, да, вы зависимы от человека, так-то вроде бы, да, вы не можете без него прожить. То есть, так-то вроде бы, вы ориентированы на него, но в действительности вы ориентированы на себя. И для того, что вы себя не слышите, для того, что вы себя принижаете, для того, что вы себя обоцениваете, вы не видите другого человека. А ваше растворение в другом, это не что иное, как невротическая потребность реализации своих собственных желаний и переживаний. Дальше, значит, мы расставались по моей инициативе. Смотрите, вы говорите, что молодой человек стал как чужой. То есть, он перестал, перестал, ну, по сути, он перестал вас удовлетворять. Если вот я правильно понял, да, то он, по сути, перестал вас удовлетворять. То есть, он перестал вам, грубо говоря, давать то, что вы хотите, то, что вам нужно. Вот, он перестал вам это давать. Это, конечно, запрос. То есть, запрос заключается именно в том, вот, а что конкретно вам, значит, ну, что конкретно вам нужно от человека. От мужчин. От мужчин. Для себя. Вот. В чем конкретно вы нуждаетесь. Вот. Понимаете? Какой момент. То есть, это, вот, на самом деле, это, прям, то, что нужно исследовать. Потому что, это, напрямую, влияет на ваше поведение. Ну, на ваше поведение, например, с мужчиной, на ваше поведение, женское поведение, да. То есть, как вы себя ведете, вот, по отношению к мужчине. Вот. Как вы раскрываете себя, как женщину. Вот. Понимаете? Вот. 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 То есть, это, такие очень важные моменты, на которые, на которые, ну, следует обратить самое пристальное внимание вообще. Вот. Вот. Прежде чем, что-либо говорить, дальше. Вот. Потому что, вот, сама фраза, да, что он стал как чужой, да, это значит, что он перестал давать мне то, что я хочу. Ну, то, что мне нужно от него, от него, да, например. Вот. Так, а, наверняка, вопрос. А он, вообще, должен давать то, что вы, то, что вы хотите? Вот. А, ответственность за получение того, что хотите вы, разлагается на другого человека здесь. Так. Полгода меня не беспокоил, я начал его забывать, но потом этот человек снова появился в моей жизни, и мы снова, и мы начали опять встречаться. Ну, на самом деле, здесь, получается, тотальный, вообще, бег от ответственности. То есть, вы, как будто бы, как будто бы, вообще ни на что не влияете. А от слова совсем. Понимаете? То есть, такое ощущение, что вы ни на что не влияете. А, вообще. То есть, молодой человек, а, когда хочет, появляется. А, когда хочет, исчезает. Молодой человек, а, предлагает вам, а, значит, ну, встречаться, когда удобно, выгодно, полезно, интересно ему. А вы, такое впечатление, что вообще ни на что не отвечаете. То есть, от вас то, что это зависит. То есть, вы какое участие принимали, вот, в том, что, ну, в том, что происходило между вами, вот, в том, что происходило между вами. Этот момент. Или, или, не принимали вообще никакого участия. То есть, тоже значит, что он появился в вашей жизни. Нет. Нет. Это вы позволили ему появиться в вашей жизни почему-то, почему-то позволили ему, зачем-то позволили ему появиться в своей жизни, вот, потому что, скорее всего, скорее всего, а с этим у вас были, ну, связаны какие-то желания, ваши, скорее всего, поэтому вы и позволили ему появиться. У вас были какие-то надежды, вот вы чего-то хотели, и, соответственно, вы надеялись это получить от мужчины, от молодого человека, вот. Но говорить здесь нужно именно так, именно так, что это я сама позволила ему появиться в своей жизни, не он появился, знаете, против воли вас никто ничего делать не заставлял, я в этом более чем уверен, что именно против воли вас никто не заставлял ничего делать, вот. То есть вы, может быть, так считаете, да, может быть, вы считаете, что, ну, что происходило что-то против вашей воли, но на самом деле нет, на самом деле нет. На самом деле против вашей воли произойти ничего не могло, вот. А если произошло, значит, вы этого хотели, это позволяли, это, вот. Как бы, ну, сами потому что хотели этого. Дальше, теперь живём вместе и он переехал ко мне. Ну, опять же, вот опять же, знаете, довольно похожая, на мой взгляд, история. То есть, что значит, переехал ко мне? Ну, не сам же он, да, и переехал к вам. Нет, вы же ему, получается, позволили переехать к себе. А почему вы позволили ему переехать к себе? А чтобы что вы позволили ему переехать к себе? А на что вы надеялись, когда, может, он переезжал? Чего вы ожидали? Знаете, да, какая история? Вот это всё нужно анализировать, это всё нужно исследовать. То есть, у этого всего есть причины, причины есть у подобных событий. Вот. Я верю вам, верю в то, что вы, ну, можете не знать этих причин. Вот. Но хотя бы сейчас, вот хотя бы сейчас, давайте всё-таки честно признаемся, что, значит, что вы позволили этому всему признати. Вы хотели, чтобы это произошло. Вот. Потому что, ну, потому что вам, ну, так хотелось, потому что, ну, вам так было нужно. Потому что, ну, вы, вы, вы к этому стремились, потому что, ну, а как, ну, по-другому-то, как можно, можно было, да? А? По-другому. Даже бы он по-другому. Наверное. Вот. Понимаете? Поэтому здесь, вот, исключительно, ваша, исключительно, ваша субъективная сторона вопроса меня интересует. А, дальше, его поведение стало очень плохое, вот, но в отношении меня. Ну, смотрите, здесь опять же немножечко упускаются детали, упускаются детали. Ах, какие детали упускаются. А, его отношение к вам, в любом случае, сразу, сразу, сменяться не могло. Ну, потому что, ну, нужно же ему было время, сперва, чтобы как-то вот поменять свое отношение к вам. И, соответственно, это время у него почему-то появилось, это время у него почему-то было, вот. То есть, у него появилась возможность, ну, появилась возможность с вами так поступать, вот. По как-то, по ряду, по ряду причин каких-то, которые мы пока что не знаем, вот. Ну, то, что эти причины есть, это, это факт, вот. Просто, ну, не знаю, какие они. Ну, потому что мы, мы, вас, не знаем. Дальше. Мужчина уходит рано, возвращается очень поздно, на мои звонки и сообщения отвечает вредка, звонит, пишу ему, я ему уже поздно ночью. И, при этом, просто, чтобы я его не беспокоил звонками и сообщениями, говорит, что подрабатывает на акции, потом встречается с друзьями и телефон ему мешает. Ну, нет, а, под, у мужчины есть своя жизнь. Как бы, очевидно, что его, ну, все устраивает, по большому счету. То есть, ну, скорее всего, да, ему все нравится на данный момент, ему нравится на данный момент, как-как обстоят дела, вот. Но вы, вот именно вы, по какой-то причине, именно вы, по какой-то причине, продолжаете, как бы, посылать к нему активности с мужчиной. То есть, ему ваша активность не нужна, потому что у него есть, ну, своя жизнь, у него есть свои дела. А вам его активность нужна, потому что у вас в своей жизни, ну, если она есть, то как-то вот, ну, видимо, явно не так, как могло бы быть. Да, не так, как хотелось бы. Так вот, и давайте подумаем. Почему так? Почему такая активность с вашей стороны идет? Ну, видите, что мужчина не хочет, что ему не интересно то, что вы, по-моему, заботитесь, например, и так далее. Вот. И зачем вы усугубляете ситуацию, по сути-то? По сути-то ведь вы, как бы, еще больше его отращаете от себя. Понимаете? Вот. Своими действиями. Вот. И вам это для чего-то нужно, самое то, что, главное, вы это делаете, потому что вам этого хочется, но чего хочется вам? Понимаете? Вот. А реализуете ли вы себя, например, например, ну, как-то вот, например, там, допустим, ну, в полной мере, в полной мере, допустим, реализуете ли вы себя? Вот. Вот. Делаете ли вы что-то для себя, например? Вот мне почему-то, да, мне почему-то кажется, что нет. Мне почему-то кажется, что вы для себя, ну, не делаете того, что надо бы делать. Вот. А у этого есть, опять же, свои причины, у этого опять же есть свои объяснения. Вот. Почему вы ведете себя именно так. Дальше. Я пытался с ним поговорить, что у нас такое происходит. А вот смотрите, опять же, да, вы пишете, что вы пытались с ним поговорить, что у нас такое происходит. Происходит-то то, что мужчине просто удобно, происходит-то то, что мужчина все устраивает, а не устраивает вас во всей этой истории что-то. Но разговариваете вы с ним об этом, о том, что не устраивает вас. Понимаете? Понимаете? Вот. То есть, первый сигнал, вот, когда у него в первый раз отношение к вам изменилось, да, вот, ну, в самый-самый первый раз, когда он поменял к вам отношение, вы его, там, как бы, ну, приняли, да, например. То есть, вы его не, ну, не отдалили от себя в этот момент, а вот. А теперь вы разговариваете. Тут уже время для разговоров-то прошло. Тут уже действия теперь нужны. Понимаете? Тут действовать нужно, тут уже, ааа, нужно, ааа, все, тут уже нужно конкретно свои личные границы проявлять, проставлять их. Понимаете? Потому что разговоры, время для разговоров, ааа, прошло. Но вы, вы продолжаете говорить, пытаться говорить. То есть, по сути, продолжаете, опять же, продолжаете реализовывать свои, ааа, желания. Пытаться реализовать свои желания с мужчиной. Ааа. Дальше, я, так, он очень разращается на эту тему, говорит, что любит меня, но хочет, чтобы я ему не вносил мост в течение дня. Ааа, понимаете, какая история? Вот, по-своему, по-своему, мужчина вполне может быть прав. Мужчина по-своему вполне может быть прав, потому что, ну, может быть, его действительно раздражает то, как вы себя ведете. И опять же, я не знаю, может, может, может быть, ааа, я ошибаюсь, да, может быть, я не знаю. Но, ааа, он брав, по-своему, может быть. Потому что вы нарушаете его личные границы. Ааа, вот, своим поведением. Почему вы ему звоните и пьете поздной ночи? Потому что не уверены в себе. Потому что боитесь измены. Потому что он вам нужен. Потому что вам нечем себя занять. Грубо говоря. Ну, грубо, грубо говоря. Я удривил немного, но, тем не менее. Вот. И, кто за это ответственен? Зато, что вам нечем себя занять. Мужчина ответственный за это? Нет. Может быть, вы ответственны за это? Да, вы ответственны за это. А готовы ли вы это принять, то, что вы ответственны за это? Это, вот, это, вот, уже, запрос. На самом деле. Это очень интересный запрос. Потому что, ну, как бы, на него нужно, действительно, найти ответ. На этот запрос. Вам. Там. Готовы ли вы принять за это ответственность? Вот. Я не случайно, на самом деле, не случайно, так много говорю об этом. Потому что, зависимость, да, это, вот, ну, основная проблема зависимости. Она, в чём? Такая. В том, что, человек не может выстраивать, эээ, разных отношений. То есть, у него так, либо доминирование, а, вообще, просто, полное доминирование. Всего над всеми. То есть, над человеком доминируют все. Либо он доминирует над, ээ, другими. Вот. Равных отношений, эээ, человек устраивать не может. К сожалению. Вот. И вы, вы, скорее всего, тоже не можете устраивать отношения. Равные отношения. С, ээ, ну, с мужчинами. Может быть, вы и хотели бы, может быть, вы и испытали, и, может быть, вам и хотелось бы это, но нет ресурсов для этого. Понимаете? Вот. Чтобы ресурсы появились, не зная индивидуально работать. Что-то не появится само по себе. К сожалению. Больше. Идём. Так. Ещё он даже не хочет меня посылать или обнять, придумывать изговорки. Ему совсем это не нравится и противно, вообще, с кем бы то ни было, что обьёте, потому что только в начале отношений. Здесь вы уже немного сбившиха, конечно, пишете, потому что тут, как бы, вы пишете, ну, соответственно, выжаливаетесь на него. Да? Он не хочет вас обнимать. и целовать. Так. А, простите, а вы, вы готовы, чтобы такой человек вас, вас обнимал и целовал? Вы вообще, вообще к этому готовы? Вы, вы позволите такому человеку себя обнимать и целовать, собственно говоря. Вот. Ну, ну, то есть, прежде чем высказывать, ээээ, попрепность в этом. Вот. То есть, после всего, что он сделал, ээээ, вот, ээээ, там, для вас, например, после всего того, что он, вот, делает, эээээ, сейчас, вот, после всего этого, вы готовы ему, и вы готовы его принять. Вот. То есть, вот, жалоба, ваша жалоба, да, она про что, когда вы так говорите? Ваша жалоба, она о чем? Верю, верю, верю в то, что вас задевает. Задевает то, что мужчина-мужина вас не целует, не обнимает и придумывает разговорки, но задевает только потому, что вы считаете, что он не хочет это делать с вами. Вот. То есть, вы чувствуете себя хуже, вы чувствуете себя униженно, вы чувствуете себя ненужно, ненужно. Ну, ну, например. Ну, так опять же. Простите, но ответственность. Чья ответственность? Этого. Разве мужчина? Нет. Разве? Потому что мужчина не хочет, он этого не делает. или вы считаете, что он должен это делать через силу? Нет. Он мог бы, конечно, это делать через силу, но не думали ли вы о себе, не думали бы вы о себе в таком случае еще, еще, еще хуже, чем сейчас? Если бы знали, что человек, например, целует и обнимает вас, там, именно через силу. Вот. Дальше. Эээ, так, значит. Либо после долгого расставания для него считается нормой, что любит он только зерк. Ну, опять же, опять же, понимаете, все это как бы человек, он вот такой, вы либо принимаете его, безусловно, либо нет. Я говорю, я так хочу найти в себе силы с ним расстаться, но сердце не отпускает. Эээ, ну, я бы сказал, что здесь, эээ, вы несколько ошибаетесь, потому что, дело не в сердце, на самом деле. Дело в вас, в том, что вы не можете его отпустить, вы не можете его отпустить. Потому что, вы не можете его отпустить, потому что есть для этого причина. Эээ. Никакое не в сердце. Эээ. То есть это, в данном случае, эээ, в данном случае, это просто рационализация такая идет. Объяснение. Я тебе в сердце не отпускаю. Стали вы пишите, у меня, скорее, не любовь, а зависимость и необъяснимая тяга к человеку. Ну, и какое здесь сердце может быть, если у вас, эээ, зависимость и необъяснимая тяга к человеку? Какое, какое это может быть сердце? При чем здесь, при чем здесь, ээ, сердце вообще, если необъяснимая тяга к человеку? Сердце, оно вообще, ээ, немного, немного про другое. Согласны? Сердце, это вообще про, эээ, ну, про чувства, про, эээ, про желание, про желание сделать, например, ну, ну, другого человека счастливым, допустим. Вот сердце, это про это, а вас, эээ, как вы говорите, необъяснимая тяга к человеку. Вот. Это не сердце, это по предыдущи. По предыдущи и, эээ, деструкции вашего личностного роста. Деструкции вашей личности. То есть, эээ, то, чего вам не достает, вот, ну, именно, вот, то, чего вам не достает в структуре своей личности, эээ, то вы просто пытаетесь, эээ, добрать, эээ, в лице своего мужчины, вот, отсюда и тяга. Либо у вас очень заботливый папа, очень заботливый, очень близкий, вот, но при этом, который не проявлял себя как мужчина страны. Либо это папа отдалённый, что есть, отстранённый, эээ, любовь которого вы пытаетесь, эээ, как-то, вот, ну, завоевать, эээ, сейчас, вот, на данный момент. Эээ, вот, вот, это, конечно, вот, эээ, то, что сильно бросается в глаза, эээ, ну, и опять же, это всё, как бы, корректировать это всё. Я думаю, что, эээ, можно, можно исправить всё это, можно поменять при желании, при работе, ну, при работе с вами. Эээ, дальше, мне кажется, я больше не смогу без него жить. Почему? Почему вам кажется, что вы не сможете без него жить? Жили же когда-то, когда-то без него. А, а, что вот, эээ, сейчас, эээ, как бы, изменилось в вас? Что вы переложили на человека? Ну, какие, эээ, какую ответственность вы переложили на человека, по сути дела? Понимаете? Вот это важно. То есть важно понять, эээ, какую функцию, эээ, выполняет для вас человек. Теперь. Понимаете? То есть если раньше вы, эээ, делали, там, что-то сами, то теперь за вас это делает вот он. И поэтому вы не можете без него жить, потому что, ну, сами это вы не делаете больше. с того, что, ну, с того, что нужно делать. Как правило. Вот. Вы переложили ответственность на другого. Вот. И, всё. И, теперь, вот, поэтому вы можете увидеть, ну, о чём переложили ответственность? Вот. А почему переложили ответственность? Вот. А как переложили ответственность? Что вас к этому простимулировало, чтобы, ну, чтобы переложить ответственность? Вы же почему-то решили это сделать? Для чего-то. Значит, эээ, что-то вам было, ну, неприятно, некомфортно, там, что-то ещё. Вот. Ну, нужно это исследовать, да? Конечно. Дальше. Как мне быть, как себя побороть и найти новую себе силу с ним всё прекратить? Ну, вспомнить себя до, вот, самое простое, да, это вспомнить себя до, эээ, до встречи с ним. Вот. Смотрите, какой вы были до встречи с ним. Вот. Что вы себя представляли до встречи с ним? Чем вы занимались до встречи с ним? Как вы себя вели до встречи с ним? Понимаете? Вот. Это вот самое лучшее, что вы можете сделать. На самом деле. Вот. Потому что, потому что, а, вы себя забыли. Но вся проблема в том, что вы себя забыли не случайно. То есть, человек, человек, он себя просто так не забудет. И если вы себя забыли, значит, это, ну, было вам нужно для чего-то. Значит, значит, вы хотели это, вы хотели забыть. Вот. Что-то вам не лавилось, что-то напрягалось, чего-то вы боялись. Вот. Вот. С этим и нужно работать. Дальше. Первый раз мне было проще с ним расстаться, а теперь никак не могу это сделать. Я не могу. Не могу. Не могу это, говорит ребёнок. Ну, это детская подсветка. Не могу. Не хочу. Может быть. Вот. То, что вы не хотите. Вот в это я вам верю. Верю, что вы не хотите. Ну, так давайте, опять же, честно, честно, то есть, чтобы это было честно, чтобы честно сказали, что я не хочу. Что-то я понимаю, что вроде бы надо, но я не хочу. Вот. Ну, это всё. Это всё. И вот до тех пор, пока вы не поймёте, не поймёте, что как бы вы идёте вот никуда, да? А сколько вы так ещё проживёте в таком режиме? Что? Ну, ничего не будет. Вы же не честны с собой, аноним. Ну, а если вы не честны с собой, как вы, может быть, честны с другими? Я прекрасно знаю, что он просто меня не уважает, не ценит, не любит, только на слова говорит. Не уважает, не ценит, не любит. А вы? Вы себя уважаете? Вы себя цените? Вы себя любите? Чтобы говорить так? Понимаете? Какая история? Если вы себя не уважаете, если вы себя не цените, то откуда у другого человека, да, у мужчины, ну, у мужчины, например, да, откуда появится это чувство к вам? Тем более, что если вы расстались сперва, а потом вы обратно его приняли, и приняли вы его обратно вроде как, ну, на его условиях. Не на, не на своих условиях приняли его. Понимаете? Ну и вот, и как? Как, вот, знаете, если вы себя не уважаете, да, опять, если вы себя не уважаете, то как, как может уважать вас человек? Вот. Поэтому, подумать имеет, ну, имеет смысл в первую очередь об этом. Вот. То есть, предположим, предположим, что вам нужно, ну, уважение к себе, да, предположим, вот, предположим. Хорошо. А если вам нужно уважение к себе, ну, чтобы вас уважали, то как вы относитесь к себе сам, в первую очередь? Вот. Как вы относитесь к себе сам? Как вы себя воспринимаете? Воспринимаете ли вы себя? Ну. Как? Кого-то, кто достойен любви, уважения, например. Вот. Понимаете, какая история? Если нет, если нет, то это вот, собственно, первое, над чем нужно работать. Это, собственно, первое, что нужно сделать вам. Это прямо вот первое, куда нужно двигаться вам. Понимаете? Хорошо. Ибо нормально хотеть уважения, нормально хотеть любви, но в первую очередь нужно это дать себе. А уже потом, уже потом требовать от других. Понимаете? Вот. Кстати, к сожалению, это такая история. Так. Работает. А дальше. Когда я задаю вопрос ему, если у него другая, он очень сильно раздражается и говорит, что я со мной себя накручиваю. А зачем вы ему это спрашиваете? Зачем вы у него это спрашиваете? Для чего вы у него это спрашиваете? Какая мысль-то в голове? В этот, в этот момент бьется. У вас. Ааа, изменяет, изменяет, ааа, боже мой, он не изменяет, я останусь одна и так далее, он меня не любит. Так происходит. Ну. Я почему-то думаю, что, скорее всего, скорее всего так. Вот. Понятно? Понятно? То есть, мужчина, он вообще, как бы, здесь, эээ, ни при чём. Именно мужчина. Вот. Вы можете его обвинять, вы можете сколько угодно говорить, что вот он, там, такой-сакой плохой, что он вот такой-сакой меня обманул, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вы можете это делать. Это правило ваше. Вот. Но только смысла в этом никакого нет. Потому что мужчина об этом не поменяется, мужчина об этом не изменится. Ааа, больше любить вас он не станет от этого. И уж точно уважать вас больше, а таких вопросов он тоже не будет. Поэтому, поэтому вам я бы рекомендовал поработать над всеми аспектами, которые я определил, да, в частности, вот добавить хотелось бы личные границы. То есть, то есть, как бы, где я, а где другой человек. То есть, где моя ответственность, а где ответственность другого человека. Вот. Вот. Вот это всё важно. Это всё действительно важно. Для вас важно. Вот. Понимаете? Потому что ответственность позволит вам всегда знать, где остановиться. ответственность всегда поможет вам видеть грань. Вот. Видеть грань между тем, что вы делаете для себя и тем, что вы делаете для другого. Ну, для кого-то другого, неважно для кого. На этом всё. Надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы. Пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.